Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня решил провести по времени, по Иерусалимскому в 10 утра, по Украинскому времени в 10 утра. В Москве сейчас 11 утра, а во Владивостоке, например, или в Якутске уже день. И в Казахстане уже день. Вот Нова Хатарковская зато смотрит, потому что, потому что если делать в 10 по Москве, то... Так, хорошо. Все, всем шалом, и мы продолжаем. Мы продолжаем. Я думаю, что будет по Москве в 11, по Украине, по Израилю в 10. Вот как сегодня будет завтра. Я думаю, так удобнее. Мне кажется, что так удобнее. Хорошо, дорогие друзья. Значит, мы находимся в недельной главе Талдот. И сегодня у нас есть такой очень хороший совет Любачевского Рэба. Он говорит следующую вещь. Такая идея. Пока мы все собираемся, очень хорошая идея. Он говорит, что весь этот мир можно рассматривать как взаимодействие Солнца и Луны. То есть, в чем вот эта идея? Как можно мир рассматривать как взаимодействие Солнца и Луны? Значит, Солнце, оно дающее. Оно дает свет, оно дает тепло. То есть, Солнце, там постоянно идет какая-то там термоядерная реакция. И прямо весь мир, весь мир питается, питается этой энергией, которую Всевышний дает через Солнце. Понятное дело, что Всевышний, он источник всего. Но фактически, на плане таком материальном, мы получаем от Солнца энергию. Теперь, а Луна что делает? А Луна отражает свет. То есть, многие, может быть, смотрят на небо, думают, что Луна светит. Да? Ошибочка. Луна не светит. Луна отражает. И каждый человек, каждый человек, он что-то дает, как Солнце, да, другим людям, миру. А что-то, а что-то получает от других людей, от мира. И очень важно держать этот баланс давания-получения. Давания-получения. Нельзя быть настроенным, быть только как Луна. Типа, дайте мне, дайте, дайте. И нельзя быть только как Солнце, которое все время отдает, отдает, отдает. То есть, нужно держать этот баланс. Хорошая идея. Теперь, эту же идею мы видим очень сильно в недельной главе. Талдот. И как раз мы сейчас перешли к жизни Ицхака. То есть, был Авраам, праотец Авраам, который нашел путь к Богу. Авраам, это был как Солнце. Он был дающий. Он ходил с места на место. Он участвовал в каких-то войнах. Спасал Лота. Он был такой, как построил шатер. Сидел, построил он шатер. И искал, кто мимо будет проходить. Мимо человек проходит. Он его, заходи в шатер, значит. Садись, кушай. Теперь счет. Ему дает счет тысяча долларов. Говорит предание устное. Авраам ему давал счет за обед тысяча долларов. Ну, в то время, как какая-то денежная единица. Человек говорит, как? За что столько? Авраам говорит, или плати, или бесплатно. Но если бесплатно, нужно Бога поблагодарить. И он, пользуясь случаем, давай рассказать про Бога, что Бог творец, создатель. И человек, он послушал, послушал. Да, думает, интересно. Все, спасибо тебе, Всевышний, за еду, которую ты мне дал. Все. И он уходит. Человек идет и думает. Действительно же, да, ведь все же от Бога. И вот мне Авраам помог бесплатно. Он мне просто помог. Значит, это же не он мне помог. Это Всевышний через него мне помог. И, значит, пошел процесс. Так Авраам, он всех приводил к вере к Всевышнего. Теперь Ицхак. Он был другой. Вообще другой. Ицхак, он был, то, что называется сегодняшним языком, интроверт. Он был в себе. Он все время был в себе. Он все время был в... Вот и сейчас. Это тоже, кстати, идея, которую отметил в Хитас. Я так думаю, это, да, тоже Ликутайсикот. Это тоже Любаш Стеребе. Он говорит, смотрите, здесь вот в сегодняшнем отрывке говорится о том, чем занимался Ицхак. Ицхак копал колодцы. Главное его было занятие, про которое говорится в Торе. Ицхак, он копал колодцы. Он говорил так, смотри, если ты уже соединился со Всевышним, ты узнал про Всевышнего. То есть мы можем соединиться со Всевышним только через Тору. Когда мы узнаем, что есть Всевышний, когда мы начинаем изучать священные книги пророков, мы через это знание мы соединяемся со Всевышним. Но дальше Авраам, он говорил так, дальнейшее соединение со Всевышним идет через распространение этого знания. Ты узнал о Всевышнем? Начни рассказывать всем про Всевышнего, и Всевышний будет тебя поддерживать, то есть ты будешь как бы посланец того, кто тебя послал. То есть ты с ним будешь как одно целое, с тем, кто тебя послал, со Всевышним. Ицхак, он говорит, нет секундочку, есть другой способ служения. Есть способ служения копать в себя. То есть я уже знаю, что есть Всевышний. Я уже знаю, что есть во мне душа, это луч Всевышнего. Теперь, значит, что я буду делать? Ицхак, он наоборот отдалялся от всех, и он копал вглубь себя. Он находил в себе все более-более глубокие уровни соединения со Всевышним. То есть он свой фокус внимания поворачивал на себя, и в Торе это называется копал колодцы, которые когда-то выкопал Авраам, его отец, который Авраам узнал про Бога. Но дальше Ицхак, он присоединился к этому знанию и пошел глубже вовнутрь этого знания. Теперь давайте прочтем, как это работает в тексте. Работает в тексте это так. Значит, написано «Ваигдаль аиш, вайлех алох, вагадаль, аттигадаль мот». Значит, здесь у нас идет процесс, который включился в Ицхате. И он ваигдаль, и он стал, гадоль это, он увеличился, да. Он увеличился, это человек, да, он становился все более-более человеком. Человек это тот, кто пробудил в себе свою высшую часть, высшую сущность. Есть люди, которые, они все больше-больше стараются быть животными, а есть люди, которые все больше-больше стараются быть ангелами. Так вот, Ицхак, он рос в сторону ангелов. Вайлех, и он шел. Ва алох, и он шел дальше. То есть, он дальше шел, но можно, он же не путешествовал, он сидел на одном месте. Фактически, он сидел на своем месте. И, значит, ну, написано, что он шел. То есть, можно идти физически, можно идти вглубь себя. Вагадаль, аттигадаль мот. И он рос, 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 пока не стал чрезвычайно великим. Но как это выражалось в его жизни? В его жизни это выражалось, что мы в прошлой главе прочитали, что Бог ему дал благословение, то, чем он занимался фактически, в сто раз. Мешарим, да, то есть, посеял Ицхак, и в этот год, в этой земле у него вырос урожай в сто раз. Воей ломикне, и было у него и стада мелкого рогатого скота, цон. Умикне Бакар, и стада быков. В Абуда. И хозяйство большое у него было. Абуда это, он еще был, знаете, в то время, вот написано же здесь, у него были мелкий и крупный рогатый скот, и Абуда это у него были поля. И Всевышний через земледелие и через скотоводство, он ему давал вот такой вот невероятный рост финансовый. То есть, здесь очень интересно, что в то время люди были или земледельцы, или они были пастухи, или пастухи, или земледельцы. То есть, не было того, чтобы... Значит, у него было во всем благословение в сто раз. И что? И что, говорит нам Тора? Ваекану утоплишь тим. И начали завидовать ему филистимляне. Получается очень интересная вещь, что с одной стороны благословение, ну хорошо, то есть, он становился богатым, у него все хорошо. С другой стороны, это вызывало зависть у филистимлян. И все колодцы, которые копали рабы его отца, то есть, Авраам, у него были его слуги, да, а Вадим, в то время, в то время, люди, надо понимать, люди были вот реально темные, вообще темные. Не было интернета, не было книг, не было вообще, то есть, были идолопоклонники, такие, знаете, такие полузвери, полулюди. И вот эти вот филистимляне, у них были всякие языческие культы, они детей сжигали, ну то есть, это были совершенно очень низкого уровня развития, относительно того, что мы сегодня называем человеком, это были создания низкого уровня. И у них было развито очень сильное рабство, да, то есть, рабство, это было вообще в древнем мире, везде, оно было абсолютно нормально. Еще лет, там, пятьсот назад, может не пятьсот, может быть, там, тысячи лет назад, тысячи лет назад, то есть, это было вообще, даже древний Рим, например, да, там, древняя Греция. То есть, у них было, вот, были рабы, это такие, они жили как животные, да, их продавали, покупали. Даже о России, вы знаете, в России, когда было отменено крепостное право, крепостное право, в 1861 году было отменено крепостное право, то есть, в России людей продавали. Вот мы сейчас говорим, дайте свободу, дайте то, дайте это, людей продавали. И у Авраама были рабы, это было абсолютно в то время нормально, но еврейский раб, он к ним относился как к людям, они становились частью его, и он с ними, его как рабы, поэтому ему фараон отдал свою дочку в рабство. То есть, рабы, это становилось как продолжение человека. Если человек плохой, у него, значит, он этих рабов убивал. Авраам, он был святой, и у него все рабы наделялись святостью такой же, как он, ну, чуть ниже уровнем, но все равно. И вот они копали колодцы, то есть, они копали колодцы, и что? А филистимляне эти колодцы, что делали? Засыпали, говорит нам Тора. Значит, засыпали колодцы. Вы знаете, что сделали первым делом фашисты, когда пришли к власти? Они начали жечь книги. То есть, они начали жечь книги, они хотели вернуть людей обратно вот в такое, как, как сказать, такая жесткая животная структура, в которой нет души, в которой у тебя ничего нет в будущем. То есть, властвует только сила здесь. Они себя считали, именно такие они животные, да, животные, они себя считали высшими животными. Они это и не стеснялись, говорят, мы высшая раса, низшая раса, этих уничтожим, этих уничтожим, евреев уничтожим и будем властвовать над миром. То есть, у них была идея такая, что если убрать евреев как революционный элемент мироздания, который не соглашается ни на какую власть, кроме власти Всевышнего, то тогда силой можно властвовать над миром. Это была их идея. И они планировали тысячелетний рейх, там, на тысячу лет, что их власть, вот эта машина, она станет... То есть, реально Германия самая организованная страна мира. И они считали, что они своей вот этой организованной машиной, они задавят весь мир. Но был элемент евреев, который революционный элемент, через который идет вот эта творческая сила Всевышнего. И они, значит, хотели, если убрать еврейский народ, то уходит элемент творчества. Такого, знаете, именно безграничного связи со Всевышним. Но у них, слава богу, не получилось. И, значит, всего лишь 12 лет они из тысячи лет запланированных не успели позлодействовать. И, значит, нету их, да? Откуда пришли, туда вернулись. Это началось все во времена еще Авраама и Ицхака. В филистимляне засыпали колодцы. То есть, то, что Авраам, он проповедовал знания о Всевышнем, о добре, о любви, то в филистимляне они засыпали эти колодцы. Они говорили, да, ладно, все, у нас есть свои вот эти вот культы, идолопоклоннические, и засыпали колодцы. Хорошо. И сказал Авимелых Ицхаку. Авимелых, это мы знаем уже, что это был царь филистимлян. Сказал Авимелых Ицхаку. Лех Миману, он ему сказал. Иди от нас. Ти отцамта Мимену Меот. Потому что ты слишком стал сильный. Слишком ты стал сильный. Мы видим потом это же требование, мы видим, когда фараон египетский хотел забрать вредский народ в рабство. То же самое сказалось. Что-то вы стали очень сильные. То есть, это раздражает. Всевышний дает благословение. Теперь это началось еще, когда Каин и Эвель. Каин и Эвель было первых два брата. Сыновья первого человека, Адам решено. Эвель принес жертву Богу. Бог принял его жертву. Каин принес плохую такую жертву. Он семена льна принес. Всевышний не взял. Каин начал ему завидовать. Ему Всевышний говорит. Слушай, что ты завидуешь? У тебя все нормально. Хочешь, чтобы у тебя было лучше? Сделай лучше, будет лучше. Все, сделай ты такую же жертву. Но что сделал Каин? Он убил Эвеля. Что сделал Авимелых? Он вместо того, чтобы прийти к Ицкаку и сказать. Ицкак, слушай, давай научи нас. Вот тебе там наш филистимлянский телеканал. Давай, расскажи, как ты, чему ты у папы научился? Почему у тебя урожай в сто раз больше? Давай, расскажи нам, филистимлянам, как ты молишься? Как ты медитируешь там? Как ты добро людям делаешь? Давай. Что сделал Авимелых? Он ему пришел и говорит. Уходи. Уходи. Ты стал сильнее, чем мы. Значит, все. Нам тяжело. Он тогда, Ицкак, поселился возле ручья в долине Грар и жил там. Далеко от города, говорит Намраша, объясняет. Он поселился на природе, чтобы никто его не видел. И там он, в этой долине Грара, он там и жил. И сидел он там. И начал он дальше копать колодцы воды. То есть, он ушел. Если говорить в природном плане, то он находил родники под землей и вытаскивал оттуда воды. То есть, ему не нужно было никакого общения с внешним миром. Потому что, если есть вода, если есть солнце, если есть земля, то все начинает расти. Все начинает расти. Человеку не нужно особых сил для того, чтобы земля производила еду и так далее. Овцы поели травочку. Значит, все. Подоил молочка. Сыр сделал. Постриг овцу. Значит, все отлично. Поел. Потом эту овцу уже зарезал. Сделал из нее колбасу. Все. Значит, и колбаса есть, и шерсть есть, и мясо есть, и молоко есть, и сыр есть. Все. Белками обеспечен. Дальше. Если есть вода, значит, посеял зернышко, 50 зерен выросло. Каждое зерно дает в 50 раз. В 50 раз. Зерна. Тут те финики. Все. Вода есть, солнце есть, благословение есть. Все есть. Поселился он там и начал копать колодцы. И сидит он, значит, духовно служит Всевышнему и углубляется все глубже и глубже в уровне духовный. Человек, он как соединяет материальный мир и духовный. Если все свое внимание не тратит только на материальный мир, а свое внимание направит на духовный мир, то там есть безграничное путешествие, которое вообще безграничное, бесконечное и уходящее в духовный мир. И в это путешествие отправился Ицхак. Значит, и что? Он копал эти колодцы, но филистимляне от него не отставали. И они засыпали эти колодцы, они спорили с ним за эти колодцы. И здесь есть намек на первый храм, который разрушили царь Навуходный цар. Царь Соломон построил первый храм. Приходили со всего мира, наслаждались. Значит, первый храм, красота. Простоял он 410 лет. Пришли вавилоняне под предводительством Навуходный цара и разрушили первый храм. Сошли, разрушили. Евреев угнали в рабство на 70 лет. В Вавилоне они провели 70 лет и вернулись. Вернулись, построили второй храм. Второй храм простоял 420 лет. Пришли римляне, разрушили второй храм, разрушили Иерусалим. Забрали евреев, увели в Рим и построили вместо храма, что? Колизей. Колизей построен... Вот храм разрушен в 70-й год нашей эры. Колизей построен там в 90-й год нашей эры. Как раз построили его евреи. И римляне говорят, ну зачем, зачем нам нужен этот храм? Мы лучше сядем в Колизей, будем смотреть, как рабы друг друга убивают. И будет нам более интересно, значит. Ну, римляне 300 лет они наслаждались зрелищами в Колизее. Как там убивают друг друга. Потом, потом, значит, иудаизм через христианство вошел тоже в их жизнь, потому что христианство, оно основано на как раз то, что мы изучаем. Тора. Тора, письменная Тора, это 4 пятых всех книг христианских. То есть, если взять вот по пропорции, то 4 пятых, то что называют христиане Ветхий Завет, и 1 пятая всего, можете себе представить, 20% это то, что называют Новый Завет, и то, что... Ну, 1 пятая, 20%. И это вошло в христианскую... Христианство вошло в римскую вот эту всю реальность. Дальше весь мир, через древний мир христианство вошло во весь мир. Сейчас в мире 2 миллиарда людей знают о Боге через христианство как раз. О Всевышнем Создателе мира. То, что мы изучаем, это с этого начинается христианская Библия. Теперь, значит, здесь написано, что спорили пастухи, пастухи Авимейлах, а филистимляне спорили с Ицкаком, и говоря, это наша вода, говорили они. Это вода наша, духовность наша, религия наша. Сколько евреев в мире? 15 миллионов. Сколько в мире христиан? 2 миллиарда. Сколько мусульман? 1,5 миллиарда. Значит, это как раз говорили пастухи Авимейлаха, наша вода, они говорили. Вода это метафора, она духовность, да, наша. И назвали они первый колодец Эсек. Эсек это, у них был спор. Значит, что сделал Ицкак? Он говорит, ладно. Ушел, выкопали его, Ицкак выкопал второй колодец. Опять они пришли, и опять спорили о нем, и назвали второй колодец Ситна. Ситна это тоже, значит, Раша говорит, что это тоже спор, ссора. Второй храм разрушили. И он ушел оттуда. Тогда он ушел оттуда, и что сделал? И выкопал он третий колодец. И о третьем колодце уже никто не спорил. И назвали они имя третьего колодца Рехавод. Рехавод это просторы. Это то, что будет третий храм. Когда будет третий храм, уже весь мир, так как сейчас есть интернет, люди умные, люди... Ну, то есть, совершенно мы живем в другом уровне восприятия информации. Земля наполнена знанием. И написано, что когда земля наполнится знанием, в этот день будет Бог един, имя его едино. То есть, знание о Боге, восприятие Всевышнего будет едино. И это будет третий храм, о чем нам Тора говорит в самом начале. Значит, выкопал он третий колодец, назвал его просторы. И сказал, И теперь будет простор, дал нам Бог, и мы, значит, размножимся на всей земле, сказал Ицхак. Что, в принципе, на сегодня мы и заканчиваем наш сегодняшний урок. Как раз в сегодняшний отрывок мы прочитали. Пускай это будет благословением, чтобы наполнилась жизнь наша светом знания, светом Торы, знанием о Всевышнем, чтобы это знание осветило все уголки души, интеллекта и жизни каждого из нас. Чтобы это знание, оно через нас светило дальше, потому что это очень важно, с чего мы начали, нужно получать и давать. Поэтому поделитесь этим уроком, поделитесь, поставьте лайки всем уроком других преподавателей Торы, поделитесь этими уроками. 70 лиц у Торы, и вокруг каждого из нас есть такая метафора, нер-ли-элев, свеча для тысяч. Когда свеча, вот одна свеча, она может зажечь тысячу свеч. То есть один человек, он зажегся, у него есть свет, вот этот божественного знания в голове, и он поджигает, зажигает свечи вокруг себя, оп-оп-оп, может тысячу зажечь, а меньше у него не станет. Все, а у нас есть к тому же Ваикра, которая наша как раз миссия, это помочь людям, которые хотят обучать и обучаться Торе, помочь усилить их влияние на мир. Все, так что становитесь нашими партнерами в этой святой работе. Удачи, успехов, хорошего дня.